Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, и он будет актуален тем людям, которые собираются поехать в Крым на своем автомобиле. Мы выезжаем из Краснодара, держим путь на запад Крыма, но суть этого видеоролика, я покажу, какая дорога идет из Краснодара, потому что неважно, откуда вы едете, вы все равно будете проездом через Краснодар и дальше поехали по дороге. Мы будем ехать через Славянск-на-Кубани, можно еще через Крымск поехать по низу, но лучше поехать через Славянск-на-Кубани. Дальше Крымский мост и дальше начало Тавриды. Я хочу вам показать этот отрезок, как там сейчас пропускают из-за вот этого всякого вируса, останавливают, досматривают ли, в общем, сами все увидите в этом видеоролике. Погнали! Так, ребята, смотрите, в общем, что касается Краснодара, тут вы можете ехать любым путем, который вы хотите. Мы вот сейчас, получается, уходим на западный обход Краснодара. В принципе, вам тоже нужно на него будет попасть, но все зависит, откуда конкретно вы едете. Вот, развязок тут много, навигатор вам в помощь. Самое главное, если вы вот едете в Крым, то в Краснодаре будьте готовы к пробкам. Он стоит достаточно мощно, хорошо, и чтобы проехать Краснодар, закладывайте примерно час, а то и полтора. Все зависит еще от той даты, когда вы будете ехать. Но в пробках постоять в любом случае, конечно, придется. Еще нас часто спрашивают, а что брать, если с детьми, да? Если вы впервые попали на наш канал, то вот мы путешествуем давно уже на машине с двумя маленькими детьми. Скоро у нас родится третий, я уже показывал. И что брать с собой в дорогу? Просто быстрый перекус. То, что без косточек, да, чтобы, не дай бог, там не оперхнулся. Вот мы берем вот такие печеньки, например, рыбки, какие-то крекеры, какие-то... Фруктики, бананы, яблочки, да, что-то такое. Персики тоже, конечно, любим брать, но сами поймите, когда его кусаешь, все течет, и машина будет уделана. Поэтому, конечно, лучше, например, взять виноград, кишмиш какой-нибудь. Воду обязательно мы берем себе в бутылки, детям туда назад ложим. И, соответственно, вот они едут и хрустят всю дорогу. Мы выехали, грубо говоря, из самого пикового Краснодара. Сейчас мы как раз будем поворачивать на западный обход. Вот видите, микрорайон Славянский, юбилейный, Тимрюк, Анапа. Вот мы сейчас будем отворачивать налево. То есть нам нужен сейчас второй съезд. И начинается как раз западный обход Краснодара. Вот по указателям Славянск на Кубани, Тимрюк, Анапа. Вот уходим сюда и едем дальше 4,5 километра. Так как обычно путешествуем, естественно, начинает заправки. Значит, кому интересно, значит, дизель 48,25, 95, 50, 40. Второй 46, 45. Так, ищем дизелек. У нас машина дизельная. Значит, МРС, МЛ, полный привод. Перед тем, как заехать в Крым, я вам рекомендую залить полный бак прямо до Талова. Если у вас есть канистра, наберите канистру. Дело в том, что в Крыму есть две заправки хорошие, с хорошим топливом. Это Атан и Тес. Но бензин и дизель там дороже порядка 4-5 рублей. Поэтому на это обратите внимание. Вот мы всегда перед тем, как заехать, наливаем полный бак. Зависит, сколько нам нужно там путешествовать. Прямо перед самим мостом есть заправка Лукойл. Чуть-чуть, но там, кстати, дорогой бензин. Не доезжая в Тимрюке, есть и Роснефть, и Лукойл. Там, кстати, цены, как, в принципе, на материке. Поэтому там вот можете залить. Либо вот здесь, в Краснодаре. Мы вот так делаем. Я заправился. Значит, вышло на 4-451. Залил я 89 литров. Вот я вам покажу. По 48-25. В машине бак 100 литров. У нас получается, сейчас вам скажу, запас хода. Запас хода на 1000 километров. Ну, посмотрим, сколько покатаем, накатаем. Погнали дальше. И вот, значит, после этой заправки мы сразу же выезжаем за Краснодар. Тимрюк 127 километров. Ну, а там уже, как говорится, рукой подать до Крымского моста. Тимрюк 116 километров осталось. Едем. Дороги свободные. Кстати, едем мы в четверг. Вот, значит, въезжаем в Красноармейский район. Коль вы смотрите этот выпуск, значит, наверняка вы поедете в Крым. Так вот, мы пропутешествовали по Крыму прилично. Изучили его вдоль и поперек и написали свой авторский гайд. Цена нашего гайда всего лишь 490 рублей. Приобрести его очень просто. Можно написать либо мне в Instagram в Директ, либо Настеньке. Изучите его и пропутешествуйте Крым с легкостью и налегке. Он подойдет для тех, кто будет останавливаться в каких-то отелях, гостишках. Ну, и, конечно же, для тех, кто выберет пропутешествовать Крым с палаткой. Там вообще лайфхаки, рекомендации, маршруты, контакты жилья, достопримечательности, советы. В общем, все. В этой книге почти 100 страниц. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Крыму с удовольствием. После Краснодара, смотрите, дорога начинается такая, что есть моменты для обмона. То есть, то навстречу люди, которые могут так обогнать. Либо, когда вы едете, вот чик, вот такой вот участок и обогнали. И самое клевое, посмотрите, какие поля подсолнув. Поэтому останавливайтесь, ребята, и делайте крутые снимки. Так, Темрюк, 84 километра осталось. А мы в пути, значит, уже 64 километра. И проехали мы по времени где-то час, час двадцать. Подъезжаем сейчас уже к Славянск-на-Кубани. Вот такое здесь круговое движение. Нам нужен второй съезд. И дальше есть выбор у вас, как поехать. Либо через город Славянск-на-Кубани, либо в объезд этого города. В объезд, получается, чуть-чуть по километражу побольше. Но, но, там иногда быстрее. Экономите порядка 15 минут. Например, сейчас нам навигатор показывает тоже, что лучше поехать в объезд. Там идут дорожные работы, сейчас я тоже покажу. И там как бы ехать не совсем комфортно, потому что вот эти кочки, сужение. Вот. Иногда лучше ехать через город, потому что из-за ремонта объезд Славянска-на-Кубани, он стоит. Поэтому подъезжает, когда... Посмотрите в навигатор дополнительно, где, какая обстановка. Вот, значит, смотрите, вот это круговое движение. Видите, крымский Грюканапа налево. Славянск-на-Кубани прямо. Поэтому решайте для себя, куда вы поедете. Либо прямо, либо налево. Мы поедем сейчас с вами в объезд. Так быстрее. Ну вот, собственно, видите, про что я бы говорил здесь. Вот такие вот ведутся реконструкцию. Весь объезд вот так вот. Пыль, летят камни, очень узкая. Вот видите, мы еще едем со скоростью 50 км в час, а вот левая сторона, она ползет вообще со скоростью, я не знаю, может быть, 5-10 км. И достаточно плотно у нее получается. Так видите. Поэтому вот еще раз повторюсь, перед подъездом обязательно посмотрите, как лучше вам поехать. Я про пыль не шутил. Вот вы сами можете заметить. Вот так вот в пылюке, вот в такой едем. И если у вас, конечно, нет кондиционера, то лучше, пока здесь дорогу делают, лучше едьте через город, потому что дышать будет вообще нечем. Смотрите, дальше, значит, вот такой вот перекресток. Вот есть Крымский мост налево, Крымск 33, либо можно поехать направо. Вот едем направо, потому что так быстрее. По традиции мы заезжаем в помпончики. Мы именно в этом помпончике уже кушали. И здесь нормальная еда. Вообще сеть такая бодрая. И вот сразу возле нее есть еще заправка. Роснефть, вот кому нужно будет. Сейчас нас тут пропустят. Я, в общем, прям обиделся на помпончики в этот раз, потому что никакой предупредительной таблички нету, что они сейчас не работают. И люди останавливаются, заезжают сюда, тратят свое драгоценное время, заходят на кассу. Им только на кассе говорят, что извините, мы сегодня с ней работаем, у нас отключает свет. Вот, поэтому мы не покушали и едем дальше. В общем, здесь же через дорогу зашли, значит, на заправку, просто купили еды, заодно поменялись местами Настенька с Артемкой. Артемка теперь поедет со мной, Настенька покушает и ляжет вместе с Родиончиком отдыхать. Навигатор нас сейчас вел через вот эту Юровку, но здесь прям что-то, прям бордовая пробка. Я решил все-таки поехать через Темрюк, а дальше уже вот выходить на эту трассу к Крымскому мосту. Движение охренеть какое плотное. Вот мы въезжаем в Темрюкский район, вот знак висит 80, здесь можно ехать, но мы не едем даже 40. Просто дорога ползет. Ребята, которые возвращаются из Крыма, вот вы видите эту колонну, она просто бесконечная. Она настолько длинная. Вот едем, наверное, не знаю, вот как от заправки. Вот посели, начали ехать, вот колонна как была, так и идет, и идет, и идет, и они вообще нет. Может километров 5. Мы хоть чуть-чуть поехали, это хорошо. Но они, да, очень много людей в Крыме, соответственно, очень много людей возвращается. Просто капец. Трасса загружена, поэтому, кто соберется ехать в ближайшее время, то вот будьте готовы. Вот такая обстановочка. Сейчас еще доедем чуть ближе до Крымского моста. Там вроде по навигатору тоже пробки. Заодно посмотрим обстановочку с вами, и заодно посмотрим, что там как на Крымском мосту. Ребята, я не могу не показывать вам, как стоит дорога из Крыма. Просто трындец. И походу, когда мы будем возвращаться тоже из Крыма, скорее всего, мы воспользуемся этим лайфхаком, и будем выезжать в ночь, чтобы не было жарко, и чтобы не стоять в этих пробках. Жестко, жестко стоит, правда. Ну что, вот мы заезжаем в Темрюк. Вот такая здесь стела стоит. В Темрюке мы сделали сейчас отворот на круговом движении. Получается в сторону вот Старо-Титаровская станица. Поедем через нее. Не знаю, что лучше, либо все-таки через Темрюк по верху поехать, либо все-таки снизу. Ну, поехали снизу, поэтому вместе с вами посмотрим, как оно снизу. После Темрюка есть заправка опять Роснефти. Здесь дизель 48-25, 92-46-45, 95-й 50-60. То есть, ну, по сути, цены пока те же самые. Вот видите, на правой Темрюк 0,4, а мы едем прямо, как бы его объезжаем. Ну, вы помните, я говорил. А это, ребята, река Кубань. И вот он указатель. Крымский мост, 73 километра. Здесь нам нужен третий съезд. Если поехать вот сюда, вот, ребята, направо, то можно попасть на Азовское море в прекрасный Кучугуры. Ну, а мы двигаемся на Крымский мост. Кстати, выпуск про Кучугуры, про замечательный отель очень крутой. Посмотрите выпуск, который у нас на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Набрал уже почти 200 тысяч просмотров. Залетайте. Кто-то из вас, может быть, спросит, а что так много реконструкции? Ребята, здесь, на самом деле, из Краснодара до Крыма строят скоростную автомагистраль. И в ближайшем будущем из Краснодара до Крыма мы будем доезжать буквально за час. Может быть, даже быстрее, смотря какой там повесят знак. Вот, видите? Вот так вот ее строят. Итак, смотрите, порт Кавказ 63 километра. Вот тут с пригорка видно масштаб реконструкции дороги, да, то есть, смотрите, сделали уже развязку такую, доделываю, точнее, ее бабочку, да, то есть здесь куда-нибудь съезды будут уходить. Вот. Справа, вот за бетоном полосы, они уже готовы, и я думаю, что их вот-вот уже должны запустить. Здорово, ребята, совсем скоро в Крым будет добираться настолько просто и быстро, жду с нетерпением, когда эта дорога откроется. Вот, смотрите, есть Роснефть, здесь под ценом то же самое, дизель 48,25, и можно заметить, что на заправке уже такая солиденькая очередь образовывается. Да, что творится? Посмотрите, вот в зеркало заднее видео покажу, пробка просто нереальная, причем люди уже даже некоторые выходили из машин, но, но радует ребята одно, что вот эта реконструкция, она настолько временная, она настолько 100% разгрузит эту трассу и в Крым перемещаться будет еще лучше. Ну, сами вспомните, я не ездил, но я знаю, когда люди раньше стояли на паромную эту переправу, стояли сутками, потом Крымский мост построили и вроде ништяк, пошла движуха, а сейчас еще от Краснодара сделают прямую, и все, из любого прям города, там, не знаю, с Москвы встал на М4 и полетел. Так, ну что, ребята, смотрите, у нас появилась на знаке надпись Керчь, едем прямо Порт-Кавказ направо. Кстати, посмотрите наш выпуск, как мы добирались до самой крайней точки материка, находится как раз в Порт-Кавказе, шли с детьми, это было непросто, ссылочку я оставлю в описании, очень крутые кадры получились, залетайте, смотрите. Дальше, после всех станиц мы попадаем вот в такой очень хороший участок дороги, в принципе, это уже, можно сказать, и есть Таврида, Таврида выглядит так же, но сейчас небольшой кусочек, конечно, я вам покажу, впереди уже виднеется море, Керчь пока не видно, но совсем скоро тоже ее будет видно. Здесь можно ехать со скоростью 90, но плюс 20 разрешено, вот, соответственно, 110 на круиз выставили и пошли аккуратненько, спокойненько, красота. Так, ребята, самая сейчас важная информация, мы сейчас уже вот-вот подъезжаем на Крымский мост, и перед тем, как вы туда попадете, вам нужно решить вопрос с сотовой связью. У нас МТС, но все операторы, которые на материке есть, они работают в Крыму через роуминг, то есть у вас там не будет написано там МТС, у вас будет написано либо ВИН, либо волна, либо какие-то цифры. Так вот, на МТС нужно подключить дополнительную услугу, у меня она стоит по умолчанию и списывается ежедневно по 10 рублей с копейками, либо можно подключить сразу на месяц, это стоит что-то 130 с чем-то рублей, но минус всего этого заключается в том, то что, вот допустим, на материке у меня интернет полный, безлимит, то заезжая в Крым, даже если я подключаю себе эту услугу, дается в день всего лишь 500 мегабайт, что делать с этими 500 мегабайтами, я не знаю, поэтому скорее всего купим снова трубокнопки, как мы это делали, в большом путешествии, когда мы путешествовали по Крыму 2 месяца с палаткой, и также у нас есть сим-карта, мы покупали как раз в том году ее, возможно, она еще будет сейчас работать, мы это проверим, но смысл в следующем, что перед тем, как заехать на Крымский мост, решите вопрос с сотовой связью, позвоните своему оператору и спросите, что дополнительно вам нужно подключить, чтобы такой же пакет остался, как на материке. так, ребята, смотрите, в общем, перед мостом, вот мы уже находимся, вот прям перед, перед мостом, есть заправка Лукойл, здесь всегда большие очереди, вы сейчас сами можете это понаблюдать, и что касается, значит, расценок, да, на топливо, сейчас я вам постараюсь сказать, так, значит, дизель, дизель, где он, 48, 80, 95, я не увидел, в общем, сейчас вот здесь будет вставочка, посмотрите, но здесь такая большая парковка, да, где можно нормально отдохнуть, перезагрузиться, как раз, да, решить вопрос со связью, здесь еще будет возможно, многим, например, тоже, так же, как и мне, нужен интернет, поэтому, вы тут можете остановиться, покушать, отдохнуть, и решить все эти вопросы и продолжить путь в Крым, мы вот, собственно, подъезжаем уже на Крымский мост, посмотрите, перед Крымским мостом, какие растут плантации винограда, и вот мы попадаем уже на территорию Крымского моста, здесь висит, видите, внимание, весовой контроль, здесь сейчас нужно будет плавно сбавлять скорость, также здесь, как-то, знаете, они выдергивают на свое усмотрение и досматривают автомобили, нас один раз, сколько мы заезжали, выезжали, нас один раз вытянули и досмотрели, там такой отстойник, они так загоняют туда, вот, смотрят, у кого-то досматривают, даже, что под капотом, не знаю, почему и зачем это делают, вот, ну, собственно, вот мы уже, видите, подъезжаем, все эти таблички, буквально нам осталось метров, наверное, 200, и все, и мы на мосту, навигатор, это уже говорит, что нужно потихонечку сбавлять скорость, вот она, последняя развязочка, которая перед мостом, Тамань, порт, Тамань, знак, что здесь, видите, висит камера, слева, справа, море, красота, вот, допустимых весовых, габаритных параметров, вот, табличка считывает, получается, и предупреждает, то есть, по левой стороне нужно ехать грузовым машинам, так, пока, пока еще можно ехать 90, вот, эта же табличка, видите, пост, ДПС, висит табличка 70, и вот, про что я говорил, что, видите, у всех получается в один ряд идет сужение, видите, внимание, выборочный, контроль, досмотр транспортного средства, скорость нужно держать 50, вот, здесь есть такое даже предупреждение, что выборочный контроль, и вот, собственно, вот так вот, видите, всех останавливают тут, Артем, нормально, сядь, ух ты, как завилял, потому что его решили так же, видите, вот так вот, досмотреть, ничего, если он чуть не не крутанулся, вот, так вот, досматривают здесь машины, а вот тут вот, во, видите, хлопц, и нас сюда вот так вот затягивают, вот так вот, видите, как, вот, давненько так не делали, но почему-то нас затянули, не знаю, зачем, так, я вот вижу, впереди стоящие машины, видите, выходят люди, и их отправляют куда-то туда, интересно, а здесь как будто бы проходишь границу, ну, сейчас посмотрим, если Настеньку с детьми отправят туда, соответственно, расскажет, что там было, ну, вот люди, вот я вам говорю, люди видите, куда идут, короче, ребята, если честно, какая-то вообще дичь, то есть, вот как реально на границе, я остаюсь с детей, это, в итоге, я говорю, у меня жена как беременная, никуда не пойдет, последний месяц беременности, она говорит, если вы считаете, что это типа болезнь туда-сюда, то пусть не выходит, и говорю, это не болезнь, но просто как бы я не хочу, чтобы она лишний раз напрягалась, ну, тогда проезжайте, если вы так считаете, я говорю, ну и поеду, в итоге, они меня закатывают, и мол, типа досматривать, откройте капот, я открыл ему капот, он говорит, багажник, я говорю, багажник не открою, если хотите, вон салон, заглядывайте, он такой, ладно, ладно, типа счастливого вам пути, че к чему, нахер это вообще херня нужно, я в общем не понял, ну ладно, все, ребятки, смотрите, мы значит, на Крымском мосту, все, здесь можно ехать со скоростью 90, плюс 20, 110, также, значит, я выставляю, вот, на круиз-контроль машину, и все, мы двигаемся, здесь, значит, по левую, по правую руку, толком видов нету, вот так вот все закрыто, видите, самые такие прикольные виды, сейчас будут чуть дальше, я им вам покажу, в общем, смотрите, никаких ПЦР-тестов, ничего не запросили, единственное, вот пассажирам, которые должны проходить, мол, типа в эту будку, в здании, нужны, типа, обязательно маски, причем маски они здесь не выдают, то есть, ну, я говорю, я залупился, без принципа, никуда никто не пошел из машины, вот, ну, а там вот будете пересекать, ну, смотрите, на ваше усмотрение, но в целом ничего, никакие сертификаты, отрицательные тесты, ничего не нужно, но в параллели, значит, с автомобильным мостом идет ЖД-мост, то есть, вы, например, из своего города можете приехать в Крым на поезде, это стало доступно с того года, и вот самая красивая часть моста, это вот эти вот арки, клевые, они, кстати, ночью еще светятся, поэтому ночью ехать по мосту другое удовольствие, поэтому, если у вас есть возможность, например, днем заехать, ночью выехать, то, конечно, сделайте так, чтобы, так сказать, в полной мере ощутить Крымский мост, но вот самая, вот говорю, красивая часть, это именно вот с этими арками, справа уже виднеется Керчь, выпуски с Керчи тоже посмотрите, ссылочки оставлю в описании, гляньте, рынок центральный тоже мы прям рекомендуем, есть тут неподалеку Каяшское озеро, Розовое, и сам центр, он тоже, конечно, такой исторический, древний, поэтому залетайте, посмотрите, и вот как раз они начинаются уже, вот эти две арки, одна автомобильная, вторая железнодорожная, смотрится клево, и все, вот она Керчь, впереди, не знаю, как вам будет видно, вот гора, которая, там Митридатская лестница, смотровая площадка на Крымский мост, там же этот, Насен, как он называется? Белецкий славы, этот, Пантей и Копей, да, или как это? Древний город, Древний город, Пантей и Копей, вообще там, на этой горе есть, чтобы смотреть, можно прям на целый день залипнуть. А вот, кстати, как раз я вам покажу, как двигается поезд. Это не пассажирский, грузовой, конечно, став, но тем не менее, здорово, здорово прокатиться на поезде тоже. лево, с лево, ну что, смотрите, мы попадаем уже прям на землю Крымского полуострова. Все, видите, вот она, шикс, и все, как бы, вот так вот мы вместе с вами сейчас попали на полуостров крым также здесь видите вот весовой габаритный контроль досмотр все то же самое только получается с обратной стороны то есть когда вы выезжать будете из крыма процедура может быть та же самая все и вот она ребята керчь отсюда начинается таврида которая идет до севастополя симферополя скоростная дорога а чтобы попасть в керчь нужно сделать крюк порядка где-то 20 километров потому что здесь вот съездов нету нужно именно ехать дальше и потом уже съезжать не совсем конечно удобно если вы здесь главы кайт развязка было бы конечно классно ну что друзья вот такой вот выпуск у нас сам получился мы в крыму а вам представить сюда заехать я хотел вам показать дорогу в крым я у меня показал думаю получилось очень классно поддержите выпуск лайками пишите свои комментарии делитесь данным видеороликом в свои социальные сети это очень помогает в развитии канала подписывайтесь конечно же на канал нажимайте на колокольчик ближайшее время будут выпуски с этого замечательного полуострова крым будем вам его показывать не забывайте про наш авторский гайд я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока